Пусть у меня пробить мангою? Да. Давай. Попробуй суп. Я говорю, что ли джуз здесь? Что такое? Манго. Ну а это, резальдан. У нас это конец, и все его выходит. Я смотрю. Наливает мне такого. Как это называется? Попробуй суп. Нас не слышно. А ты мне дай. Я не хочу, чтобы... А сколько время в Москве? Бери твои руки и кайдем туда. Что в итоге с манго, спрашивают? А? Это манго. Мне говорят, что в итоге-то с манго. А-а-а-а. Сколько выкроешь? Буба, сколько выкроешь? Шоколада? Нет, капучка. У тебя шоколад-то ел. Валяк. Это валяк у меня. Ну его немножко разбавляют водой, чтобы не очень приятно было. Сейчас 20 ночи. А у нас пол пятого. У мамы самочувствие шикарно. Ой, пойдемте с вами на бассейн. Вот тут твои водичку возьми. Блять. Что мам? А? Да. Мам, тут у многих день рождения сегодня, надо поздравить людей. Да тут все пышки, смотрите. Здесь это норма, они все счастливы и стринги носят. Слушайте, у нас в России все испорчено. Баба, вот у меня вот сейчас складка на ноге, вот я сижу. Ну вот, ну вот. Видите, но мне пофиг уже стало. Привет из Самары. Самара, привет. Нет, у меня не было задачи себе здесь найти мужчину. Ну что? Зачем? Я вот вообще курортные романы не приветствую. Я считаю, что это не годится. Ой, полтретьего в Самаре, прикиньте. У меня был такой опыт курортного романа. Я потом чуть не сдохла. Прилетела с отдыха, тут же полетела в другую страну. Прям буквально через 4 дня. И поняла, что ничего нет. У вас часть познакомой Анастасии с днём рождения. Поздравляем с днём рождения. Полный рост. Маша, опять? У меня попросили показаться в полный рост. Я показалась. Так вот, держи. Мне нужно прическу себе сделать. А что ты делаешь? Маша, пока она там делает романтические сады, бывает как-то счастье. О! Не хочешь похудеть? Не, я уже худела. Зачем? Здесь не хочешь худеть. Ну, здесь немножко целлюлит. Ну, и что? Блин, мне бы куда-нибудь телефон поставить, чтобы стоять. Ой, у меня главное, что меня так любят. Много, что я на красную дорожку завтра опаздываю. Вот так всё по пизде пошло. У нас пол... Четыре часа. Четыре двадцать. Нет. Четыре двадцать. А сколько интернет стоит? Интернет бесплатный. У нас же all-inclusive. Вот. Мы никуда не ездили. Никуда. Здесь настолько шикарно в отеле мы никуда не ездили. Потому что здесь отель не обойти. Восемь ресторанов. Четыре оля бар. Клубы ночные. Чё ездить? Крудь свешивается. Конечно, я делала анатомические импланты, чтобы она не стояла вот так, как в порнухе не стояла, вот так вот, знаете, как в порнухе, вот так вот стоит дуть. Так, отель как называть? Что-то вам покажу. А, блин, отсюда назвали, не видно. Плохо делали. Мы в Мексику. Девять часов разницы, в Москву и минус девять. Как похудеть? Единственный, единственный способ похудеть, это есть каждые два часа, все, что ты хочешь, небольшими порциями. Отель реально, я всем советую, всем сюда приехать, вы не пожалеете. Маш, ты пьешь алкоголь? Блин, блин, я считаю, что это прям очень глупый вопрос. Я только делаю, что пью здесь. Сегодня плохо стало утром. Я еле дошла до номера. После нашего эфира еле дошла до номера. Дорогие друзья, вы можете посмотреть. На сайте booking. Там будет дешевле отель. Мы брали отдельно отель, отдельные билеты. Поэтому вышло дорого. Билет по одну сторону 110 тысяч сейчас стоит. Загорели? Видно, да? Скажи, что ты приехала отдохнуть, а не... Комплименты от мужиков. И не искать уж точно себе никак. Она приехала реально отдохнуть. Сюда, мне кажется, нет горячего. Отель забит. Но нужно брать, мне кажется, тур, потому что выходит просто в 10 раз дороже отдельно собрать. То есть, если, вот сказали бы, в этот отель сейчас приехала пара из России, у них на двоих вышло 260 тысяч с перелетом. А если отдельный перелет, то это только перелет выйдет. Ну, на одного человека 220 тысяч в две стороны. Туда-обратно. Вы знаете, что я хочу сказать. Единственное, что вот действительно здесь настолько шумно, потому что начинается вот это, а потом вечернее шумно каждый день. И как громко. И примерно это до 4 утра. Я и подружку кладу даже в сервер. Маша, ты покажу, что хочешь? В общем, я кладу реально подружку тебе. Такие девки все красивые стоят здесь. А я не могу показать. Нет, да покажу. В основном одна молодежь. Прям такие все крутые парни. Вообще одеты роскошно. Девушки. Не знаю. Все такие оторвы. Приехали реально отдыхать, бухать. Никто ни о чем не парится. Музыка до 5 утра просто. Со всех мест, со всех клубов, которые на территории отеля. Короче, реально отель просто, чтобы пить на каждом шагу. Танцевать, трахаться. Ну, я не трахалась здесь. Но в целом, прям все для лакшери отдыха. Русских очень мало. Потому что необоснованно дорого, наверное. Далеко ехать. Ну, дорого и далеко. Главное далеко. Но... Вот это ноги лапось, я не понимаю, что он имеет в виду, этот чувак. Какие-то свои бразильцы тут никаких бразильцев нет. Слушай, мы обратно должны были еще 17-го лететь. У нас была еще пересадка. Это кошмар. Это реально ад. Мне просто повезло, что наливали. Потому что Авеллини заграничные. И там ездили каталки, наливали каждые там 5 час, наверное. Дарья Микки написала, что ей надо. Она пишет, что ей надо трахаться и бухать для лакшериол. Вы можете поехать сюда, наверное. Может, найдете, скажите. Мужчину. Но с другой стороны... А что дома сидеть-то? Нормально. Что сидеть дома? Можно, сука, всю жизнь бояться. В итоге выйти и, не знаю, метро взрывают. Сейчас в центре Москвы какие-то выстрелы были. Ну и что? Вот ты сидишь там, боишься. Да, здесь 3-3 отеля, но вот этот, мне кажется, самый лучший. Потому что у нас проход с этим браслетом во все отели. Девочки, не завидуйте. Здесь, конечно, здесь очень красивые миксиканцы. Причем они различаются. Нам одна девушка говорила в отеле, что они различаются. Здесь какие-то миксиканцы, какие-то все. Я забыла, какие. Но все они такие любвеобильные. И они очень быстро женятся. И очень быстро меняют жен. И у них уже потери бывают жены. И они бросают спокойно из детей и новых находят. Поэтому не надо внаться никаким. Имейте то, что имеете, и берегите. Все, могу сказать. Правильно, Маша? Она не слышит меня. Она сейчас задумывается. Маша, ты ну-ка на купальнике сидишь, что ли? Ну, пойдем. В номер переоденешься. Слушайте, мало фото, потому что у меня обосрались ног до головы. С моей жопой. Вот что не выложу, вот я смотрю, другие выкладывают фотки. Да, я не буду называть кто. И, блин, вот никто не пишет говно. А я что, не выложу, вот меня все обосрут. И у меня желания очень нет. Нет, придем. Знаете, так абсолютно. Такие фото и было не жестокое. И наложат на себя все эти ерунды и ничего. Я же не знаю. Почему-то. Но это хорошо, когда Натюлька вызывает эмоции у человека. Они просто неравнодушные. Манты супер. Спасибо. Таня, чему завидовать? Я не понимаю. Вот реально, мне очень пошла на пользу Мексика. Потому что я приехала сюда, я поняла, что никто, никто, сука, не парится вообще. Это пустиво? Где? Нет. Никто не парится. Просто я всегда выхожу с таким позитивом, я всегда выхожу с таким позитивом в инстаграм. И у меня вот когда начинают писать, у меня после этого настроение падает. Да Маша, ты просто сторис. Я даже снимаю. Это сторис, когда Маша. Настаняла, там, правая. Ну и что? Ну и что? Ты слухой, Лола берела, это вообще мой, мой, это, отдыхаешь хоть от бешеного графика московского. Ну честно, я планировала на самом деле полететь 30 декабря. Но жизнь распорядилась иначе. Разница с Москвой 9 часов. Я про стрижку для внимания обратила. Привет из Сан-Рэма. Привет из Сан-Рэма. Кто это? Виктория. Оль, когда трое детей, а та выберите сына среднего, а за девочки остаются дома. Так, в Москву. Скоро. Мама, токилки хочешь? Нет. Маш, токилки? Нет. Нет. Нет, не украды. Я уже прямо. Нет, вы знаете, я раньше думала, что, я раньше думала, что как-то люди либо заходят к тем, кто им нравится, да, либо, ну, либо не заходят вообще в эфиры, да, в инстаграм. Ты смогла бы отдыхать одна, Лиза, сейчас одна? Нет. Конечно, нет. Я вообще человек общины. Мне нужны постоянно люди рядом, общение. Я никогда в жизни не полечу одна. Мне это не нужно. Я люблю, когда много народа, я люблю со всеми много разговаривать, я люблю общаться много, танцевать, не знаю, вместе делить впечатления на двоих, там, на троих. Но никак не одной. Я, когда одна куда-то летаю, я всегда переживаю, что мама чего-то не видит. Поэтому отдых одной, это вообще не про меня. Одно лететь, это то есть соображение стоит, ну, экономии, ну, не знаю. Ну, и потом мне было бы, честно, знаете, некомфортно, некомфортно, потому что ко мне постоянно кто-то пристает, мужчины, и я бы одна себя чувствовала, ну, как-то не в безопасности, это сто процентов. Я летала одна в Испанию. Ну, потому что было дорого. Но потом я решила, что я лучше буду копить деньги, чтобы брать маму. То есть, ты лучше отдыхать реже, но, ну, с мамой. Ну, это мое мнение, не знаю. Модоросли, я сегодня одну водоросль видела. Мужчина вытащил, прям одну веточку. Ну, а там нет водоросля. Там медуза, ты не помнишь? Нас жалили рыбы и медузы постоянно. Кусали. Там кусачили. Точно. Белка, какие сердечки, я себе прислали. Какие цветовые, маленькие, маленькие. Молитка. О, у нас опять ливень начался. Блин, странно, сейчас не сезон вообще дождей. Я не понимаю, почему восстановление. Рыбы очень кусачие, очень. У них нос такой, пила, и они как, хуярят себя. Я не волю, они волюсенькие, ну, какие праздники. I want to see you one more energy. Грудь видно? Нет, ничего не видно. Вода в океане 27-28. Брови я сделала микроблейдинг. И, кстати, это так спасает. Нет, вот я клянусь. Вот вы просто прочитайте, вот для меня сейчас после эфира, комменты под последним постом, которые писала вот эта баба, которую я в сториз выложила. Ну, это реально можно убиться об стену. Я просто не понимаю. Вот она сидит, ей лет 50, да? И я в шоке, что она просто сидит и комментирует вообще меня, говорит, что ваш метод с пиваком там за меня было бы стыдно. Вообще, охренеть, я закончила Московскую консерваторию аспирантуру. А когда-то в утром был какой-то концерт, а Маша же была... Я подошла, ну, я, конечно, комплименты сказал, что вот он... И он Машу тут так подглазил и говорит, что бросается. Так что вот, а он в башню, ты ее вообще знаешь. Да. Короче, я считаю, что нужно жить по принципу того, что жизнь одна. И нужно ее проживать, как бы, на полную катушку. Ну, чтобы не было никогда там наркотиков, не дай бог. Никогда в жизни. Я вот не пробовала, хотя возможности миллион просто всегда было. Вот. Ну, алкоголь, понятно, можно, но тоже в разумных пределах. Но главное просто, чтобы были впечатления от жизни. Машу, да. А вот как вы делаете, ну, рыжая вот эта, рыжая. Ну, мы давно ее заметили, и она всегда пишет очень плохие комментарии. Причем она ее понимает, и она с тобой будет расставиться. А то там, ну, не хочется говорить. Ну, такое, она такая, довольно большая. Ну, пишет прямо, пишет. И как расставить здесь, то есть. Ну, это позиция. I miss you and mama and say hello. Thank you. Слушайте, ну, потому что в Москве пол третьего ночи или пол второго, наверное, все спят. А сегодня по ходе недели. Или пьют, пятница же. Конечно. Я бы заметила, чем человек несчастнее вообще по жизни, тем он больше пишет негатива. И тем он становится еще более несчастным. Потому что вселенная дает людям тогда много всего, когда они не злятся, а когда они правильные посылы посылают во вселенную. Я раньше у меня был момент, когда я жила, блин, у меня был момент, когда я завидовала там многим. И думала, почему у них так, почему они ездят отдыхать. А я при этом жила в съемной квартире вообще-то, в коммуналке. А потом я поняла, вот чем больше у меня негатива, тем больше он меня поглощает. И тем хуже у меня все становится с каждым днем. И с деньгами, и вообще с состоянием сморальным. И депрессией, и панические атаки. А когда ты просто в моменты решаешь, например, что ты живешь в благодарности к людям, к вселенной. И тебе новые возможности открываются. Просто не пойми откуда. О, это наш вариант. Слушайте, я вообще не смотрела здесь на парней. У меня были другие задачи. Я занималась тренингами. Слушайте, мне нравятся такие губы, честно. Я их еще намазала помадой увеличивающей, поэтому они немножко сдулись. Русских вообще нет. Буквально один-два человека. Я пока не встретила пару, какую-то пару, и мне показалось какие-то низкие. Я похожа на Брюжит Бордо. Здесь вопросов написал, ни на один ответил. Так, нет, я здесь отдыхала, дорогие друзья. Короче, у меня телефон сел, я сейчас пойду в номер, и оттуда еще выйду. Спасибо. Спасибо.